здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из латвии журналист юрий алексеев здравствуйте юрий спасибо вот информация проект прошла который я хотел бы с вами поговорить и выслушать ваш комментарий касается она высказывание татьяны жданок она лидер русского союза латвии на нее даже под на жалоба в европарламент по этому поводу и вот как сообщается татьяна жданок заявила что русские и русскоязычные жители латвии находятся в той же ситуации что и еврейское население германии накануне второй мировой войны цитата нас преследует это сообщила она вот на нее падал подана жалоба в европарламент и разгорелся по этому поводу сырбор в том числе и в израиле насколько легитимно и вообще уместно подобное сравнение но видите татьяне наверное виднее потому что сколько насколько я знаю она принадлежит юрийскому народу я как наполовину латыш на половину русский в данном случае считаю что она имеет больше права рассуждать на эту тему но давайте так сразу я бы поставил дефиниции в латвии сейчас происходит то что собственно говоря но не накануне первое мировое второй мировой в германии где-то 30-е годы когда нацисты пришли к власти начали устанавливать свои порядки и в этом плане есть у нас в латвии деление на 2 национальности нации первое это матыши а вторая все остальные то есть вот если скажем мы вспомним восьмилетней давности события когда был референдум за предоставление русскому языку статус государственного это было инициировано значит всеми так сказать дружно теми кто не латыши и при голосовании получилось так что за русский язык вторым государственным было отдано 270 тысяч голосов если учесть что именно тех кто по переписи населения у нас считает себя русскими имеющими право голоса и всего 180 тысяч то есть вот это вот недостающая треть это все остальные это евреи украинцы белорусы поляки литовцы все-все-все-все-все-все не латыши так что здесь как бы собрано в кучу все что все народности все национальности а их около полутора сотен которые населяют нашу латвию с одной стороны и латыши другой стороны и вот идет вот это вот противоречие вот это вот так сказать то что татьяна назвала назвала евреи перед второй мировой вот это не только русские это все а скажите пожалуйста вот это вот столкновение о котором вы говорите или неравенство она отражается в какой-то реальной повседневной жизни совершенно верно я могу так сказать что вот я в латвии живу 50 лет из них половина при советском союзе и вторая половина при независимой латвии и я могу сказать так что за время советского союза вот этого тоталитарного страшного все все там уничтожающего общества с диссидентами я знаю только одного человека который в латвии подвергся политическим репрессиям это поэтому от володя фрэнкель был с ним знаком он кстати сейчас живет в израиле может подтвердить за 25 лет единственный человек который был репрессирован советским союзом на диссидентство он там посидел где-то год год значит после этого выпустили в израиле он уехал а вот только за последний год около 20 человек подверглись вполне себе политическим репрессиям кстати ваш покорный слуга я значит точно так же в прошлом году у меня было три обыска дома я посидел в кпз значит я сейчас нахожусь под полицейским надзором практически под домашним арестом не могу выехать никуда я не могу повидать даже своих детей и внуков которыми живут за пределами латвии то есть и это чисто политические гонения за то что я пишу как журналист конкретно ко мне никаких претензий нет то есть я не нарушил ни одного пункта закона своими статьями кого за то что я якобы враг народа работающий на соседнюю державу россию якобы за это я так прессует от профессор доктора наук александр гопоненко человеку 65 лет отсидел четыре месяца латвийской тюрьме прошлым летом у нас было кстати поизрядная жара за 30 и человеку перенесшему недавно инфаркт это было очень нелегко я так думаю что его на четвертом месяце на пятом месяце выпустили только потому что побоялись что он там просто умует а что ему инкриминировали а вот то же самое понимаете у нас сейчас латвийская так сказать идея главное закрыть русские школы совсем их и так ограничили в использовании русского языка то есть только 40 процентов преподавания латвийских школах в русских школах могут может вестись на русском языке это до сих пор было сейчас хотят совсем прекратить это это дело преподавания все школы сделать латышскими ну и в связи с этим возникло так сказать определенное сопротивление выходили десятки тысяч людей и организаторы этих протестов были вот и татьяна жданок александр гопоненко и в общем-то и я еще несколько десятков человек на них сейчас серьезнейшее политическое давление ну настолько ну вот представьте по требованию полиции безопасности это наши кгб значит по требованию матвийского кгб у меня закрыли последний банковский счет просто я сейчас человек без паспорта что называется я не могу заплатить на телефон за квартиру вот банк пригласил меня сказал что вот извините вы у нас тут так сказать плохих клиентов потому что на вас заведено уголовное дело полиции безопасности мы вынуждены вас вычеркнуть из своих клиентов и это нормально это допускается то есть вот эти гонения они конечно но не те которые были в германии так конце 30-х годов когда мы знаем были уже концлагеря и уже были была хрустальная ночь и уже так далее но начал к началу 30-х годов я бы вполне это приравнял потому что на русских особенно тех кто активисты которые дронитак на не ватышей которые активисты которые пытаются бороться с этим тоталитарным давлением у нас оказывается серьезнейшее политическое давление и и нам очень непросто я скажу очень непросто понятно но вот по поводу того сравнений с нацистской германией и вы сейчас упомянули ситуацию эту борьбу которая ведется за русские русскоязычные школы в латвии вот по этому поводу за ног тоже высказывалась вернее не ждано как когда вот были манифестация которых вы упомянули в поддержку русскоязычных школ с русским языком там были лозунги такие правда на английском языке но в переводе они звучали так остановите холокост русского образования в латвии это что просто не как бы в горячности такое упомянули термин холокост русского образования или действительно считают что это сразу сопоставимые вещи то что происходит сейчас в латвии и то что было в холокосте ну я бы не я бы сам не подписался под этим потому что холокост это все-таки холокост но то что происходит тотальное уничтожение русского образования в латвии это давно то есть первое что сделали в образовании в латвии это девяносто третьем году тысяч девять девяносто третьем году значит полностью прекратили преподавание высшее на русском языке то есть это было так типа сделано раз и все и нет а но дело-то в том что в латвии живет в те времена живо примерно 45 46 процентов русских ну вот половина страны русские понятно юрий скажите пожалуйста а есть вообще спрос среди людей на вот образование на русском языке как в школе таки выше я почему спрашиваю потому что в некоторых республиках которые давно тоже отделились как и латвия от советского союза от россии со временем как бы ушел спрос я беседовал с коллегами из некоторых республик и они мне сами подтвердили что а спроса нет люди уже людям это не нужно буквально единицам а в латвии есть на это спрос ну конечно есть ну конечно есть ну 40 процентов населения русские об этом не так не русские они латыши но конечно есть русские школы полны детьми то есть и латышские школы никто не собирается но есть отдельные люди которые но особенно когда смешанные браки которых сейчас очень немного очень немного они отдают своих детей именно в латышские школы но русских хотят учиться на родном языке тем более что кроме языка ведь понимаете мы же холокост то вспомнили вот вы вы напомнили холокост то есть понимаете кроме языка ведь есть такая еще тема как история выходе вот выбор еврей хотели бы чтобы в вашей школе вам истории преподавали где легионеры сс это герои ну вы знаете если вы меня спрашиваете если бы меня это не устроило я бы уехал в израиль просто или в ту страну где этого нет вы понимаете но это как бы мое личное отношение потому что вы спросили меня я вам ответил вы понимаете сбежать да многие уехали кто уехал в россию кто уехал еще куда то есть многие отсюда сбежали то есть примерно треть населения латвии уже потеряла причем здесь не только не латыши но и латыши тоже сейчас в товарных количествах покидает свою землю землю обетаю обетованную но понимаете но русские здесь жили 500 лет то есть именно русские то есть и считать нас какими-то колбасами эмигрантами которые приехали там типа христа ради зачислить и нас немцев в австрийцев там в американцев и так далее мы здесь жили мои предки на этой земле похоронены до про 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 когда еще такого понятия как латыши не был вообще в истории вот и латвийское государство латышские государства это было что-то вроде планеты на беру которая где-то там есть понимаете я сам живу живу на этой земле дольше чем существует латвийское государство и первое государство до военные и послевоенные в сумме я старше его на 10 лет понимаете не уезжать не но представьте вам и сейчас в израиле приедут какие-то люди у вас тоже там есть как бы некоторые национальности которые тоже имеют экспансивность и вот эти национальности вас начнут переводить допустим на арабский или на тюркский вас а вы куда поедете а вот куда вы после этого я подумаю над вашим вопросом юрий большое спасибо за ваш комментарий я надеюсь что все проблемы как-то разрешаться во всем не экстремальным путем всего вам доброго спасибо большое спасибо вам на этом все напомню что с нами на связи из латвии был главный редактор портала им х club юрий алексеев всего доброго